Мир вам и Божье благословение! В прошлое воскресенье мы говорили о мытаре фарисеи. Два человеческих примера. А сейчас церковь избрала понятие блудного сына, который оставил дом, ушел от родителей, все пропил, прогулял и собирался уже повеситься. Но опомнился, пришел к отцу как наемник, а родитель-то ждет, а родитель-то скорбит и принял его с любовью. Вообще в этом евангельском повествовании, притче в этой, скрывается глубокий богословский смысл и раскрывается психологическая картина добра и зла, благодарности и безблагодарного отношения за доброту. Блудный сын пришел, отец принял. Куда он ходил грешить? Вот каждый из нас есть блудный сын, блудная дочь. Но когда мы возвращаемся к Господу на молитве, просто вспоминаем, что есть Бог на свете, это и есть наше возвращение. Вот пост должен образумить нашу душу, помочь ей собраться в такой комок борьбы со грехом, со своей проблемой взять, найти стержень, за которой можно ухватиться двумя руками и подняться над своей проблемой или проблемами, грехами, своей, казалось бы, негодностью, и занять место в этом мире среди людей достойное, светлое, может быть, и трудное. И, наконец, покаянием войти в жизнь вечную и Царство Божье, победить свое неверие. Вот что означает пост, помощник, возвращение домой, к Богу. И дай Бог, чтобы все мы это осознавали. Для чего в храме зажигают свечи? Свет Христов просвещает всех, восклицаем мы и возглашаем торжественно во время служения прежде священной литургии и святых даров. Свеча несет свет, освещающий темное помещение или разгоняющий тьму и мрак ночи. Но свеча – это высшая жертва, означающая нашу душу, ведь человек каждый день после рождения сгорает, проходят его года, и будет ли эта свеча светить и источать запах ладана, аромата, или будет она смердеть солярочным, нефтяным запахом, или так душа наша будет. Вот свеча, если я ставлю свечу, это высшая жертва Богу. «Господи, я сам себя приношу в жертву». Выше этой жертвы, простой, материальной, ничего нет. А наивысшая жертва – это распятие Господа Иисуса Христа. Поэтому свеча – это не только свет, это жертва. Всегда, входя в храм, мы обязаны поставить свечу с пожеланием всего доброго себе, близким и далеким, знаемым и незнаемым. Грешно ли верующему играть в азартные игры? Недопустимо и грешно, категорически и без многословия. Это расстреление души. Это прямое поклонение дьяволу и эксплуатация дьявольского лукавства, лжи, упорства. И, конечно, азартные игры доводят иногда до страшных преступлений. А так оно и будет. Поэтому мы отрекаемся от суеты или темелия мира сего. И должны об этом помнить. И каяться. И ни в коем случае этого не совершать. Мир вам и Божье благословение, верующие. Берегите себя от всего, что растлевает вас в азарте. Между прочим, чрезмерное увлечение спортом и приводит тоже к растлению. Но сам спорт, физическая подготовка это труд. И когда он с благословением помогает нашему здоровью. А когда ради азарта, то, понимаем, мужчины и женщины превращаются в игрушки дьявола. На поле страсти растления, болезней и страшных смертей. Храни всех Господь от такого устремления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова